Сознательный верующий Исламская вера порождает благоразумие Многосерийный цикл «Армия сатаны» Шестая серия Шестая серия Шестая серия Получается, что Иблис все еще жив. Тогда где же он находится в настоящее время? Как же ему удается сбивать людей с пути? Люди всегда интересовались Иблисом. Где же он? Где его трон? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал нам в одном достоверном хадисе, упомянутом Джабером и приведенном в сборнике сахих муслимов. Трон Иблиса, то есть трон шайтана, это главный шайтан. Его трон находится на воде. Как это понимать? На какой воде? В каком океане? Аллаху, свят Он, ведомо лучше. Однако, существуют определенные признаки, которые могли бы указывать нам на местоположение его трона. Есть еще один хадис, упомянутый в сборнике сахих муслимов. Что же такое барзах? Барзах – это видимая граница, когда пресная вода не смешивается с соленой. Между ними преграда, за которую они не могут проникнуть. Это есть барзах, то есть преграда. В этом хадисе говорится, что он находится над этой видимой границей. Его трон располагается поверх этой самой преграды, где-то далеко в океане. Но тут я хотел упомянуть еще кое-что. Вы же слышали о Бермудском треугольнике? Там происходят вещи, которые до сих пор никто не может объяснить. Звено 19. Вы когда-нибудь слышали об исчезнувшем звене 19? Все эти самолеты и корабли, которые исчезают… Помните исчезновение Стар Тайгера в 1948 году? Они нашли черный ящик, на записи которого был слышен голос пилота. «Я вижу что-то, но я не могу понять, что это». Никто так и не смог разгадать эту тайну. После чего наземные службы сообщили ему, что они отправляют помощь. Запись доступна в интернете. Можете сами найти и послушать. «Мы отправим помощь! Мы отправим помощь! Как слышно?» На что пилот ответил. «Я потерял контроль над самолетом. Я не понимаю, что происходит». После чего он снова выходит на связь и говорит. «Не надо никого отправлять! Не надо никого отправлять! Никто уже не поможет!» И после некоторого времени он пропал. И мы говорим не об одном рейсе, а о множестве рейсов и морских судах, которые бесследно исчезли в этом Бермудском районе. Некоторые спрашивают, а правда ли, что трон шайтана находится в этой местности? Аллаху, Свят Он и Велик, ведомо лучше. Но вполне возможно и такое. Согласно хадису, приведенному Джабером «Да будет доволен им Аллах», Иблис расположил свой трон на воде, и он отправляет свою армию для распространения смуты, и самые близкие к нему по званию являются самыми лучшими в исполнении бед. Армия приближенных Иблиса – это джинны, которые имеют прямой доступ к нему, поскольку сам Иблис является джинном. Они получают его приказы и отчитываются перед ним о совершенных ими делах. Приближенные джинны выходят на связь с армией второго уровня, то есть на связь с людьми, структура иллюминатов, посредством которых он, Иблис, уже может осуществлять свои глобальные тайные планы. Специальный статус Специального статуса удостаиваются члены Великого Белого Братства, обладающие высокой масонской степенью, от седьмой до тринадцатой. В их числе главы королевских семей, философы, священники, специальный совет и комитет. Иерархический уровень Иерархический уровень посвящен членам Красного Братства, которые относятся к средней масонской степени, с четвертой по шестую. В их числе паломнические общества, группы круглых столов, главный ревизор, Папа Римский. Анархический уровень Анархический уровень посвящен членам Черного Братства, обладателям низших масонских степеней. В их числе тайное общество Череп и Кости, практикующие ведьмы, тамплиеры. Как вы думаете, кто стоит за системой, за новым мировым порядком? Так кто же, или что, в итоге стоит за этим всем? Или насколько глубоко ведет эта кроличья нора? Ну, для начала скажем, что это явно не они. Они сегодня тут, а завтра их нет. Они лишь марионетки системы, которая всегда была, есть и будет. И не он. Чихать я хотел, даже если кто-то и верит, что он самый влиятельный человек в мире. Ничего подобного. Он просто очередная дурацкая марионетка, как и всякий на его месте. Кто бы не занял этот пост. Сегодня тут, завтра там. Президенты и главы стран сменяются. Но сама система и ее заданный курс остаются прежними, потому что за ними стоит некая сила, которая и управляет. Речь даже не обо всех этих корпорациях. Они лишь на уровне исполнителей этого управления. Они не создают его. Они не являются его происхождением. Управление представлено далеко не заседающими за круглыми столами людьми. Они тоже все еще на исполнительном уровне. Можно, конечно, проникнуть в зазеркаль и подойти поближе. Но и это еще уровень исполнительных игроков. Можно пробраться еще глубже в кроличью нору, далеко в ее ветви. И там вы найдете таких, как Ротшильды и им подобные. Вы нас не видите, но мы управляем вашей жизнью. Но есть еще уровни, даже за пределами всего этого. Откуда же они берутся? Наша действительность, то есть та, в которой мы все с вами еще живем, попала в сети. Она оказалась в заложниках сил, которые еще в давние времена называли архонтами, хотя в разных частях Древнего мира их называли по-разному. Несмотря на то, что все они представляли собой те же самые силы, те же самые структуры. Они по всему миру, на Дальнем Востоке, в Центральной Америке и прочих регионах преобладают некие образы змееподобных божеств. Кланы Зулу называют их читаури, то есть рептильные гуманоиды. У шумеров в Вавилоне, то есть в современном Ираке, их называли аннунаки. У народов Хоппи в Северной Америке были братья-змеи. Они же инопланетные пришельцы, и таких примеров много. В христианстве их считают демонами, а у гностиков — архонтами, в то время как в исламском и доисламском мире их называют джиннами. В своем естественном виде они обладают большим энергетическим потенциалом. В своем классическом образе сатана представлен обманщиком. Он всем дьяволам дьявол, или, как говорили демиурги, всем архонтам архонт. Сила, которая скрыта за системой, и есть Иблис, который отправляет свою армию для распространения смуты. И самые близкие к нему по званию являются самыми лучшими в исполнении бед. Вернувшись после выполнения своих заданий, один из них рапортует. «Я выполнил то-то», на что шайтан отвечает. «Ты не выполнил ничего». Верховный шайтан сидит со своими шайтанами-помощниками в то время, как они отчитываются перед ним. Один говорит, «Я побудил одного человека к совершению прелюбодеяния». Шайтан сидит и слушает. И это приводится в сборниках «Сахих аль-Бухари» и «Муслима». То есть это достоверный хадис. И тут другой шайтан рассказывает. «Я побудил одного человека к воровству, а другого сделать то-то, а третьего то-то и так далее. Я заставил эту женщину поступить так-то, а другую вынудил снять хиджаб». Они по очереди отчитываются о своих делах перед своим верховным главнокомандующим. И тут подходит еще один из шайтанов и говорит. «Джинн говорит, сегодня мне удалось расторгнуть союз между мужем и женой». И знаете, что на это ответит Иблис? Он воскликнет. «Вот он! Мой дружище, иди ко мне!» И он коронует его. Это хадис из сборника «Сахих муслима», приведенный Джабером. Вы только задумаетесь. Курение марихуаны – это харам. Убийство – это харам. Прелюбодеяние является харамом. Назовите любой грех, но развод – это не харам. Расторжение брака не является харамом. Тогда почему же шайтан так рад этому? Он так рад слышать о разводе. Почему? Ваши враги всегда ориентированы на то, чтобы разделять и властвовать над вами. А тут ему удалось разделить одну из составляющих ячеек общества. Посмотрите на свою общину. Из чего она состоит? Из ячеек. Представьте себе стену, выложенную из камней. Семья представляет собой первый краеугольный камень общества. Первый краеугольный камень. А дальше разобрать общество уже проще простого. Разделить коллектив. В этом и есть его долгосрочная цель. Он не может покорить вас до тех пор, пока вы вместе. Не упустите следующие эпизоды. Инша-Аллах. Канал «Голос истины». Работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама.